Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Виктория Диденко и её цветы. У нас вчера была настоящая зима. Валил снег с ветром таким, прямо невозможно было идти. Столько снега намело. Была минусовая температура, а сегодня плюсовая, всё течёт. На улице невозможно пройти, куча грязи. Всё как бы начало таять активно, куча воды. В общем, сегодня 17 января. Это такая предыстория. Тема моего сюжета посвящена гибискусу сирийскому. Как он зимует у меня дома на балконах. Я вам в качестве образца показываю два лотка с гибискусами. Они у меня находились на двух разных балконах. Один балкон у меня достаточно утеплённый. Там плюсовая температура, на другом тоже плюсовая температура. И на двух балконах окна. Но на одном балконе более прохладней. Более прохладней. Не знаю, там температура, наверное, такая, прыгающая тоже. Ну, наверное, максимум, какой там был, даже не максимум, минимум, это было где-то в районе двух-трёх градусов. Вот там, где совсем прохладно. То есть у меня гибискусы такие стоят. Видите, палочки. Вот. То есть они как бы ещё не просыпаются. Они пока находятся в состоянии зимовки. И то, вот видите, уже, несмотря на то, что там достаточно прохладно, вот один, я уже посмотрела, это Жанна Д'Арк. Он такой скороспелый. В плане того, чтобы проснуться, вот он уже, у него появляются вот такие вот почечки, набухают, скоро будут листики. Несмотря на то, что там достаточно прохладно. Ну, температура прыгающая. Я не могу постоянную температуру сделать. То есть днём, когда солнце светит, естественно, там теплее, ночами прохладно. Вот. А на другом балконе там как-то вот, не знаю, вроде бы те же самые условия. То есть нет там каких-то специальных утеплялок. Ну, вот там всё равно теплей. Не знаю, с чем это связано. Может, другая сторона, хотя сторона света та же самая. Ну, смысл в том, что вот, как вы видите, вот они там стоят. Это я просто их принесла сюда для того, чтобы вам показать, как они уже активно проснулись. Тут в основном Жанна Дарк. Но уже смотрю, вон даже вот Орденс тоже просыпается. Это сиреневый, махровый тоже, видите, почечки зелёненькие. Так, сейчас встану, чтобы вам видно было. Вот. То есть потихонечку они просыпаются. Ну, для чего я вообще их зимую дома? У меня часть зимует, как я уже рассказывала в каких-то, в каком-то из видео, часть зимует у нас прямо в грунте, вот так стаканы прикопанные. Ну, а часть я забираю, потому что, как бы, можно продавать весь сезон. Поэтому, как бы, вот так вот они у меня и зимуют. Или если я покупаю какие-то очень новые сорта, дорогие черенки, и мне, как бы, жалко, он всего один, мне жалко его потерять, я его первый год зимую, так вот он у меня под присмотром. Значит, по поводу ухода, ничего я с ними особого не делаю. Вот это я их недавно поливала, то есть полив у меня очень ограниченный, потому что начнешь поливать, еще если в тепло поставишь, что все, они быстро проснутся. Поэтому я полив делаю ограниченным, просто уже была достаточно сухая земля. Ну, вот видите, то есть, вот в некоторых вообще она даже и, можно сказать, вообще сухая. Вот вам, возможно, будет казаться, что они, сам по себе грунт более темный, и вам может казаться, что они, как бы, сильно увлажненные. Нет, они вообще не увлажненные практически, потому что растения находятся в спячке, в покое. Вот, но смотрю на некоторых вот тоже вот, если присматриваться, вот, сейчас, сейчас подведу, покажу тоже. Тоже вот можно увидеть, что почечки начинают потихонечку, видео может это не отобразить, потихонечку начинают уже тоже почечка набухать и зеленеть. То есть, проснутся раньше, зацветут они у меня обычно. Где-то уже в апреле цветут гибискусы на балконе. Поэтому, как бы, то, что если я что-то, какие-то новые сорта купила, я всегда могу посмотреть, соответствует ли он сорту. Естественно, первый цветок на таком черенке, он будет меньше по размеру. Но мне важно даже не размер, а посмотреть, как сорт соответствует или нет. Вот, ну, а это в основном все мои такие у кореняшечки, которые я вот так держу. И вот, когда будет плюсовая температура, то есть, я могу их легко отправлять уже в другие города. В общем, вот так вот они зимуют. Полив ограниченный, аккуратно смотрим, следим. Вот, если будет минусовая температура, вот даже на балконе там, ну, у меня минимум это будет минус 2. То есть, те, которые без листьев, они у меня там так и будут стоять. Те, которые с листиками, я их уберу. Вот, потому что все-таки еще впереди февраль. В марте бывает тоже погода вообще непредсказуемая, климат меняется. И бывает все, что хотите. Поэтому, как я их буду утеплять? Они у меня так и будут стоять. Единственное, что на полу их ставить не буду, потому что холодно. Вот, где-то на возвышенности, может, на коробки какие-то поставлю. Или на какой-то пенал. У меня пенал, в принципе, уже занят другими цветами. Ну, разберемся. Вот, ну, единственное, что можно в коробку поставить кусок пенопласта. То есть, будет им теплее. В общем, вот такая вот зимовка. Зимуют они легко. Вот, и скоро туда-сюда не успеем оглянуться. Наступит весна. У меня будет балкон весь с цветущими гибискусами сирийскими. Тоже красиво и приятно. Позже потом то, что не продам, пересажу. Может быть, в горшочки побольше. Для того, чтобы корневую получше наращивали. Ну, а в мае посажу уже в открытый грунт. В открытом грунте будет воля. Им будет хорошо. Они активно нарастут. Вот. Ну, и все. И будут радовать нас своим цветением. Вот так вот зимуют мои гибискусы. Надеюсь, мое видео было кому-то интересным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok